Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня у нас прекрасный выходной день, жарко, на улице переменная облачь, то солнце палит, то вроде бы тучкой закрывается, просто хорошо становится, и он уже все подгорел на солнышке. Мы сегодня отправляемся в деревню художников. И хотели посмотреть не только саму деревню, поскольку она абсолютно живописная, очень красивая, с красивым видом на излучину реки, а также мы хотели бы посетить некоторые галереи, посмотреть картины. Так что приглашаем вас всех вместе с нами в эту прекрасную, увлекательную поездку. Поехали! Даниэль, а ты поедешь с нами в поездку? Наверное, нет. А почему это? Мне свои дела надо за песиком следить, а то он не совсем привык к поездкам в машину. То есть мы его пока еще приучаем ездить, да, на машине? Ну да. То есть ты бы останешься с песиком и будешь за ним смотреть, присмотреться? Ну да. Вы сказали, что примерно поездка туда, это примерно час, кило. Но и так после 10-минутной поездки на машине немножко небольшое сотрясение было. Ну тошнит его, да? Ну да. Он пока у нас еще не привыкнет. Хорошо. Так что пусть пока привыкнет, а потом мы его будем в большие поездки брать. Хорошо, договорились. Денис, а ты поедешь с нами в путешествие сегодня в деревню художников? Хочешь поехать? Нет. Хитрый запачка, который тут пришел. Хорошо. Не поедешь с нами? Нет. Не хочешь? Нет. Мы в галереях пойдем картины смотреть. Пойдешь с нами смотреть? Нет, я до вас, то есть все. Опрос закончен. Мам, уже закончится, ты что еще понимаешь? Ну, ладно, мы с Келой идем. Кел, пошли. Угу. Итак, мы с Михаилом собрались и поехали в свое путешествие. Будем рассказывать вам, делиться своими впечатлениями. Направляйтесь на запад. И направляемся на запад. Поверните направо. А потом повернем направо. Через три километра сверните на съезд направо. У нас сейчас предстоит дорога, где-то примерно около двух часов туда ехать, в эту деревню. Она должна у нас предстоять. Ну, мы надеемся, раз мы поехали одни без детей, то одним куском, да, проедем эти это расстояние. Одним куском куда меньше. Час, по-моему. Потому что мы планировали до этого, если мы с детьми поедем с собакой, то нужно будет останавливаться там, выходить, прогуливаться, дышать воздухом. Так, мы выехали на окружную дорогу. В общем, у нас первый кусок будет стоять километров сорок, да, там, до деревни Попре, где красивая церковь находится. А дальше уже, ну, это нам известный кусок до деревни Попре, а дальше вот уже будет новый неизвестный кусок, мы туда еще не ездили. Поедем до самой деревни уже, без остановок надеемся проехать. Вон там наш центр города. Видите, мы по круговой дороге его объезжаем. Вот, везде сегодня флаги Канады, везде красные кленовые листы. Это говорит о том, что сегодня у нас праздник. У нас сегодня 151 год день рождения у Канады. Еще у нас сегодня интересный день. Сегодня 1 июля. Это день переездов. Все, кто снимает квартиру, дом, какой-то жилплощадь и хочет ее поменять, принято, что именно 1 июля они должны это сделать. Но большого ажиотажа мы с Михаилом наблюдаем уже второй год. Большого ажиотажа мы так и не увидели, чтобы прямо изо всех дворов торчали грузовики. Достаточно редко, да, мы видим. Вот это конкретно, вот этот день переезда. Мы приехали, видите, к реке, вернулись обратно. Мы проехали весь город. Здесь психологическая граница. Вот там, видите, наш город. Центр виднеется. Психологическая граница города Квебека. Здесь она заканчивается. И мы спускаемся к реке и уже уезжаем налево в пригород. Там начинается... И уже вот этот район, да, по порту идет. Бо-порт, красивый порт. И дальше будет... Мы поедем в сторону Бо-пре. Сейчас вам хотела показать здесь красивый спуск. 600 метров на разъемке. Держитесь с левой стороны. Видите, красивая река. Расширение там на реке, да, потому что здесь у нас мост. Остров. И на остров будет мост. На разъемке. Держитесь с левой стороны. Вон там сбоку будет мост, видите. На остров мы еще с вами не ездили, но обязательно съездим. Это очень красивое место. Шикарнейшее. Оно... Тебя вращивает виноград. Да, тебя вращивает виноград, сыроварный. Там красотища просто. Там наш центр остался, видите. И мы поворачиваем, как я говорила, налево уходим. На левую мы уходим. И едем уже в сторону пригорода. В сторону той деревни, которую мы сегодня запланировали. Это считается живописная деревня. Считается, что это очень туристическое место. И мы с вами сейчас поедем, посмотрим, что там такого красивого. Почему туда специально возят туристов. Итак, мы пролетаем сейчас в наш водопад. Смотрим, вон он, он красавчик. Водопад Мон-Моренси. Вот и мост с кучей людей. Да, людей, там много туристов. Стояночек смотрим. Мориска вся заполнена, да. Вот так вот. Красота. Водопад мы вам уже показывали. Кто не видел у нас в наших влогах водопад, мы оставим ссылочку под этим видео. Проскакиваем отель классический. И хотела вам показать вон ту гору, видите, которая виднеется. Это наш горнолыжный курорт. Так, мы добрались до Святой Анны. Здесь вот церковь Святой Анны, видите. Сейчас мы ее будем проезжать, потому что там вдоль нее идет как раз дорога, по которой мы сегодня едем. Здесь очень много туристов. Это такой пик просто туристический. Сюда привозят специально туристов на автобусах. Просто для того, чтобы посмотреть вот этот шедевр архитектуры. Эту саму церковь Святой Анны. Здесь еще циклорама. Да, вот здесь отели расположены, мотели, куча всяких закусочных идет вдоль. В общем, такое очень раскрученное туристическое место. Очень много людей здесь всегда. В любое время года, в любую погоду. Нам с Михаилом тоже это место нравится, но от нас оно находится где-то 40 километров. Да, мы проехали уже. Вот. И мы сейчас поедем. Я хочу вам показать сбоку вот эту церковь. Проезжаем циклорамы Иерусалима. И вот видите, вот эта вот красивая церковь Святой Анны. Видите, как она там шикарная. Внутри я вам тоже ее поснимала, показывала. Тот, кто не видел наше видео из этой церкви, я поставлю вам ссылочку. Здесь кемпинг. Да, да, здесь кемпинг, да, конечно. Сейчас сезон, и поэтому много очень туристов у нас в Кубеке. Мы уже в городе Бопре, и его, в общем-то, проезжаем. Такой небольшой городочек совсем, как вы видите, с невысокими домиками. И вот там такая дорога уходит вверх. Вон она, вон она, горнолыжная кора, видите, там спуски горнолыжные, да? Вот здесь, наверное, будет просвет, сейчас вы увидите, да? Вот видите? Все, проехали горнолыжный курорт, и едем дальше. Смотрите, какая долина там красивящая. Обалдеть можно. Специально ради красивого места мы тут резко вошли в этот поворот, и вот здесь решили остановиться, вам показать. Смотрите, какие долины, какие горы красивые в дымке уходят. КОНЕЦ В таком красивом месте мы сегодня остановились. Вон там эта самая смотровая площадка, видишь, наносовались какие-то. А, да, вон у нас смотровая площадка. Это такое местечко для отдыха тоже, да? Угу, пойдем? Пойдем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знаете, дорожка, как в мультике про фунтик. Туда уходит. Нам, наверное, на нее надо, да, будем? Наверное, по ней едут. По ней, да, просто мы еще. Вот этот весь объезд нужно проехать, потом в нее попадем. Представляете, мы сейчас ехали, проехали значок, и было написано, что мы, вот эта дорога находится, вот эта точка с 740 метров над уровнем моря, да? Вот, представляете, в каких горах мы сейчас перемещаемся. Там где-то река, но, как вы видите, тут лес дремучий. Там ничего не видно. Спасибо, что требула. Дремучий-придремучий, видите? Вот мы сейчас здесь спускаемся с горы, у меня закладывают уши. Решила вам показать этот красивый вид тут со всех сторон. Долина, камни. Видите, дорога такая, камни, как в Норвегии прям. Ой, уж закладывают, закладывают, закладывают прям. Давайте катимся вниз. Мы въехали совсем в гористую место. Здесь предупреждения уже идут на каждом шагу, чтобы аккуратнее тормозить. Вон, видите, значок появился. То есть три тонны больше, будете тормозить, проверить тормоза. Да? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Михаил тут нашел уединенный балкончик. О, тут это, смотровая штука, смотри. Да, вон туда. Вон он этот красивейший вид. Смотрите. Видно, нет? Правда, сегодня в такой дымке прям. Ох, класс. Немножко на фьерд смочит, да? Угу. Отдыхающая. Тут зона отдыха. Смотрите, три цикла опять стоит. И еще разочек вид краси. Эта дорога туристическая отсюда начинается. Вот такой поезд здесь ходит вдоль дороги. Я его не успел сегодня заснять, потому что он быстро проскочил, пока камера включалась. Видишь, он по границе идет. Да, Мальбек от Вильда Кубека. Сейчас я вам хочу показать. Я здесь заметила, есть фотография вот этого места, которое мы с вами сейчас смотрели. Вон того. Вот видите, вот это место. А здесь вот более ясная погода была. И здесь на фотографии, видите, как красиво мы сфоткали это же место. Красиво, правда? Здесь у них проходит, здесь вот ходят катера, кораблики здесь ходят. Вот можно посмотреть фермы всякие, да. Они здесь на тюлени смотрят. Да, это кораблики, которые на время отливок красиво лежат на берегу реки. Да. Здесь вот они ездят на тюлени посмотреть. Видите, 24 доллара. Вот маяк. И они еще ездят на китов посмотреть. Вот и на китов они ездят посмотреть. Видите? То есть это большой туристический центр здесь. И мы с вами сейчас поедем дальше в городочек. Как городочек у нас называется? Все, поехали. С нами дальше. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают И мы все пошли искать Смотреть, что тут посмотреть Вообще деревенька прославилась Как деревня художников Мне, конечно, как художнику Это очень интересно Поэтому пойдем сейчас что-нибудь Поищем художественное, интересное, красивое И вам постараемся показать Если, конечно, по рукам опять пить не буду Чтобы разрешали, да, снимать Это не очень приятно Когда тебе говорят Уберите, уберите Вообще ничего нельзя делать Живописная деревенька Сейчас мы развернули специально Чтобы вам показать Красивый маяк, который будет с этой стороны Там я проехала, а широт открыла Поверните налево Где? Вот там цветочки его, да? Да нет Не спеши Сейчас мы у дедушки аккуратненько все проснимаем Дедушка, молодец О, красота Видите, какой красивый маяк С клумбочками Там дедушка уже очень-очень пожилой Ухаживает за этим все Молодец Очень красиво Все, поехали дальше Так, опять тут какой-то мотель приветствует Вон он там, мотельчик видите Заправка Всякие BMW Идут шутка стеницей Ваше местное назначение будет справа Святой Хиллари, он Видимо, ей там уже и место приготовлено Святой Хиллари Так, Мазда тут продается В магазинчике Бессенполь, Центервиль В Макдональдсе В Макдональдсе Всякие перекусочные Ресторанчики, конечно Ваше местное назначение находится Так, я тут хотела вам показать Смотрите, какая рыбка Тут у нас освежающий напиток Мы зашли в Макдональдс перекусить Мы тут сейчас ищем паркинг Здесь видите, какой-то мини-отельчик написан Аппетит отель Очень много мотоциклистов, как обычно Обедом в путешествие Мы припарковали автомобильчик Вот такая вот здесь площадь Красивая, большая, огромная церковь Естественно, католическая Парковка платная 5 долларов Где-то вообще 6 на чайки пробит На чай 6 долларов На чай доллар А, так ты вернулся Чтоб на чай ему дать доллар Я сначала чуть ли не 5 долларов На чай другу дала Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Обратите внимание Как рыцарский замок, да? Такая вот башенка Итак, мы выходим на основную площадь На основную улицу Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!